Азербайджан Бывает, что мы пользуемся одними и теми же дорогами. Поверьте, ничего страшного в этом нет. Это безопасно. Местное население спокойно живет. Нам никто не угрожал. Азербайджанцы нас не беспокоят. Стрельбы нет, и мы рады этому. Помню, в 92-м году были столкновения, а сейчас все осталось в прошлом. Я прохожу рядом с азербайджанцами, и они ничего мне не говорят. Думаю, если так пойдет, возможно, через 2-3 года общение между двумя народами возобновится. Все больше жителей Армении выступает за нормализацию отношений с Азербайджаном. Об этом говорят результаты опросов, проведенных армянскими журналистами. Респонденты подчеркивают необходимость изменения внешней политики Армении, ведь страна терпит одну неудачу за другой. Эмоциональное состояние нашего народа оставляет желать лучшего. Нам нужен мир, а пока мы находимся в определенном напряжении. Мир практически установлен. Верим, что так и будет продолжаться. Аэропорты в Армении вечно переполнены, и речь идет не о туристах. Из этой страны продолжается массовый отток населения. Жители жалуются на тяжелые социальные условия. Рабочих мест все меньше и меньше, а цены на продукты взлетели до небес. Справиться с ситуацией руководство страны не в состоянии. Развития давно нет ни в одной сфере. Везде наблюдается спад. Ничего хорошего в этой стране, увы, не осталось. Мы словно тонем в болоте. Ничего положительного. Если народ практически бедствует, о каком развитии может идти речь? Все бегут отсюда. Никакого прогресса. В основном армянские мигранты отправляются на заработки в Россию. По статистике, многие из них обратно на родину не возвращаются. Только в первой половине этого года более 20 тысяч армян получили российское гражданство. Это самый высокий показатель за последние 4 года. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео.